Сейчас Федеральный закон о финансовой аренде позволяет сторонам договора решить, кто будет отражать имущество в качестве основных средств. Но на сайте Минфина появился проект, отменяющий эту норму. Если проект станет законом, то как надо будет вести учет? Учет нужно вести на основании действующих стандартов. Ситуация, когда правило бухгалтерского учета определяется сторонами договора, это нонсенс. То есть получается, что стороны договариваются не только о том, кто кому чего должен, а договариваются о том, кто как будет отражать последствия сделки в бухгалтерском учете. Это даже смешно звучит. Применение нормы закона о лизинге, оно связано с не вполне адекватным пониманием того, как надо использовать условия договора. Согласитесь, что есть разница между определением порядка бухгалтерского учета на основании условий договора или определением порядка бухгалтерского учета в самом договоре. Новый стандарт, новый проект стандарта пока, он устанавливает то, что в принципе в арендных отношениях во всех ситуациях активы отражаются на обоих балансах. Вопрос ставится по-другому. Какие это активы, как их нужно классифицировать, как их нужно оценить. Если контроль над объектом переходит к арендатору, то это его основное средство. Но от этого актив на балансе арендодателя не пропадает, просто он классифицируется по-другому. Это дебюторская задолженность по получению арендных платежей. Добавил субтитры Алексею Дубровскому